Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня у нас будет видео о том, какую косметику я купила за последний месяц, а также какой косметикой я пользовалась и какая косметика мне понравилась. Итак, начну я со сегодняшних своих покупок. Только что вернулась буквально из подружки. Купила вот такую кисточку для макияжа. Это Natur Touch, коллекция кистей, она для тона. Я прям при вас ее вскрою, потому что хочу ее вскрыть. При вас. На самом деле очень классная, потому что она в дереве. Ну, по крайней мере, ощущение, что в дереве. Она для тона. Идеально подойдет для стиков каких-то тоновых. Сейчас я посмотрю. Допустим, для такого стика это Benefit Hello Happy. Для такой кисточки просто delicious. Вот, также им можно наносить базу под тон, им можно наносить сам тон, который жидкий. Ну, как вы понимаете, тон обычный и есть жидкий. Мы не берем в расчет пудру, которая подкрашена. Замечательно. Берем. Берем с собой везде и всюду. Далее. Далее, что я купила кисточку от Essence для бронзера, хотя бронзера у меня не было до сегодняшнего дня. Я вообще не имею им пользоваться. Если вы знаете, как пользоваться бронзером, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что видео на YouTube мне ничего особо не дают. Я понимаю, что его куда-то сюда надо наносить, но я не понимаю, как это сделать правильно, грамотно и для чего вообще нужен бронзер. Вот такая вот кисточка. Тоже классная. Вроде как. Ну, у Essence мне очень нравятся кисточки для теней. Мне очень нравятся кисточки для пудровых текстур. Но это, видимо, кисточка тоже для пудровых текстур. Мы посмотрим, как она разберется с пудровым бронзером, опять же, их фирмы. Если не разберется, что ж, я буду наносить ей румяна, которые у меня есть в таком формате, формате лапочки. Они гелевые. Гелевые румяна от Ice Cream. Очень прикольные. Хорошо наносятся без тона и на тон, и вообще идеально смотрятся. Далее я купила вот такую вот подушечку для снятия макияжа. Ее надо использовать, когда моешь лицо свое. Своё лицо без дополнительных средств написано, что она смывает макияж. Ну, я подумаю, я посмотрю. Она очень мягкая, очень приятная. Если она не смоет макияж без дополнительных средств, я воспользуюсь пенкой для умывания. Думаю, с ней это будет идеальный дуэт. Так как у меня кончается мицеллярка, я купила вот такую мицеллярку. Сейчас она в подружке по акции, по скидке, там 20%, по-моему, или 30%. Не важно. Это мицеллярка от Evelyn. Вроде как она не требует смывания. Она мне в прошлый раз очень понравилась, поэтому я ее беру еще раз. Я пользуюсь мицеллярками, которые не требуют смывания, потому что... Ну, потому что кому охота вообще идти потом смывать весь макияж, ну, мицелляркой, а потом еще умываться? Ну, что это такое? Что за дела? Тем более я иногда крашу людей, а это такое же себе. Вот это я не буду распаковывать, но это... Хотя нет, я распакую. Короче, это такие пуховочки, пуховочки-губки. Они созданы для того, чтобы именно носить всякие текстуры. Тут даже написано для чего. Я, по сути, еще не читала, но пуховка универсальная. Предназначена для нанесения тональных средств любой текстуры. Пудра тонального BB CC крема. Разумеется, для этого я ее не буду использовать, потому что тональник я наношу либо пальцами, либо кистью. Но она идеально подходит, знаете, для чего? Для бейкинга. То есть вот эти зоны запудривать банановой пудрой вообще просто замечательно подойдет. Я это для этого и купила. Далее я купила вот такие вот веснушки. Как вы видите, на мне сейчас тоже веснушки. В последнее время они мне очень нравятся. И на самом деле я купила себе еще веснушек, но это больше для образа. Эти веснушки мы будем с вами использовать в следующий раз, когда я буду краситься на камеру. А я планирую такое видео, так что надеюсь, вам будет интересно. Мы будем что-нибудь обсуждать, я буду краситься, будем использовать эти веснушки. Посмотрим, как они лягут на макияж, потому что вот эта вот штучка, вот эти вот веснушки, да, я купила для образа Марьюшки, для той девочки, которая будет сниматься у нас в клипе. И надеюсь, что они нормально лягут на макияж, потому что ее будет нужно макияжить очень сильно, очень конкретно. Вот эти вот веснушки я купила себе. Они очень нежненькие, видите, на них цветочки. Там какой-то иероглиф, который я не знаю, насколько нормально ляжет на мой нос, посмотрим. Далее я купила от Ice Cream. Я знаю, что Ice Cream производит не очень хорошие тени, но глиттеры у них просто божественные. То есть вот эти вот глиттеры, которые именно в кружочках, они очень классные. Вот такая вот палетка с драконами, очень нежненькая. Давайте мы немножко просвотчим это все. Ну, тени тут шиммеры, так что, я думаю, будет нормально. Вот такие вот у нас получились свотчи. Ну, соу-соу, знаете, соу-соу. Как бы буду надеяться на то, что на базу какую-нибудь они лягут хорошо. Также я купила вот такую палетку. Это, знаете, что за палетка? Это Essence. Мне у них, опять же, не нравятся сыпучие продукты. Единственный продукт сыпучий, который мне у них нравился, это была пудра. Но я рискнула и купила вот такой вот Essence. Собственно говоря, это палетка хайлайтеров и бронзеров. И, по-моему, тут есть, кстати, очень классная, с виду, по крайней мере. И тут есть скульптор, по-моему. Хотя Tropical Sunlight, я не уверена, что это скульптор. Возможно, это и не скульптор вовсе. Но давайте тоже снимем свотчи. Тут, кстати, очень удобное зеркальце. Зеркальце очень удобное, оно располагается вот здесь. Здесь, видите, тут даже какая-то рамочка у него есть. Я не могу вам показать, а то будет видно мою ухотку. Оттенок Tropical Sunlight. Тропический, чего-то там. Очень мягкая текстура, очень мягкая. Кистью должна наноситься очень классно. Возможно, это не бронзер, возможно, это корректор, но он для корректора слишком желтый. Далее у нас идет оттенок Sun Kissed Sparkle и Goddess Glow. Sun Kissed Солнечный Поцелуй, да. Какой-то Sparkle. Ну, не знаю. Не знаю. Для кистей, возможно, будет нормально. Ну, типа нанесение на лицо. Посмотрим. Я решила дать шанс нашему Essence германскому, да. Ну, потому что с тех пор, как я его использовала, прошло очень много времени. И я купила недавно от них блеск. Я его уже съела, если что. Он плампер с перцем. Очень классный. Ну, губы щипят. Как бы... Губы щипят и... Замечательно. Люблю, когда такое происходит. Далее у нас идет вот такая кисточка, которую нам выдали в подарок. Ну, кисточка как кисточка. Собственно говоря, для альгинатных масок самое то. Как раз хотела сделать себе альгинатную маску. И купила для этого другую кисть, которая, возможно, будет лучше, возможно, хуже. Не знаю. Но вот это прям, да. Потому что она закрывает большую площадь. И сразу, когда вы будете наносить, вы нанесете сразу много, сразу плотно, сразу отлично, замечательно. Короче, да. Хорошая кисть. Завидую себе. Завидую себе, да. Далее. Я купила вот такие вот кисточки для зоны глаз. Аппликаторы для теней, да. Они мне нужны для образа, потому что я планирую наносить блестящие тени на глаза. Вопрос в том, наносить пальцами или этими аппликаторами остается всегда открытым. Потому что это вопрос именно в гигиене. Гигиена важна. И когда я крашу других людей, в большинстве случаев, когда я была на обучении, да, я надевала перчатки. То есть на обучении я была в перчатках постоянно. Сейчас я уже крашу людей, которые мне более-менее знакомы, которые не против того, чтобы я была без перчаток. Но все равно мне комфортнее работать в перчатках. Поэтому пальцем не нанесешь уже блестящие тени. Нужны именно аппликаторы. Также я купила две масочки. Масочки с гиалуроновой кислотой и с экстрактом чайного дерева. Далее. Я купила вот такую косметичку. Вот такую вот. В ней есть немножко тех продуктов, которые я купила за этот месяц. И я вам сейчас их покажу. Короче, их тут немножко. Я постараюсь рассказать о них как можно быстрее, чтобы не задерживать вас дальше. В общем, это вот такой лайнер коричневый от Essence. Опять же, лайнер я взяла, потому что он стоил 200 с лишним рублей. Он коричневый. И типа им просто идеально за один взмах можно нарисовать стрелки. У него очень хороший вот этот вот фетровый наконечник. Далее у меня есть подводка черная кабарет от Vivienne Sabo. Она тоже была очень классная. Но из-за того, что у нее фетровый наконечник, она немножко подсохла. И кончик у нее уже не рисует так точно. Вот я купила карандашик тоже от Vivienne Sabo. Он автоматический, он выдвигается. Выдвигается. Его там не то, чтобы прям много, но нормально. Жить можно для слизистой. Он хорошо тушуется. В принципе, наносится тоже неплохо. Еще от Influence мне понравился вот такой вот оттенок 08 карандаша для губ. Я его использую как помаду вместо помады. И я его использую с нюдовыми помадами для того, чтобы очертить губы. И они смотрелись более аккуратно. Далее мы перейдем к тушам. К тушам. К туши. К моим тушам мы перейдем. Когда-нибудь в другой раз. Это Volume Million Lashes от L'Oreal Paris. Маскара тушь. В оттенке браун маскара. Она коричневая. И заявляется, что в ней находится какое-то вещество, которое вызывает рост ресниц. Но на самой туши написано, что тушь для ресниц объемом миллиона ресниц. А когда я ее покупала, заявлялось, что там какой-то компонент вызывает рост ресниц. И он типа может заменить гель ресниц, которым я пользуюсь от Influence. Еще я купила белую тушь от Artvisage. Да, я охочусь за белыми тушами. Господи. Охочусь за белой тушью. Потому что что? Очень люблю белые реснички. Когда они белые, они кажутся еще больше, чем когда они черные. И это эффект такой иллюзорный, который мне весьма нравится. Я думаю, кому-нибудь из вас он нравится тоже. Ну и опять же для образов. У меня есть белая помада, теперь есть белая тушь, есть белая подводка от Influence. И можно замечательно сделать все образ какой-нибудь. Итак, дальше я купила все-таки духи Soul. Называется душа. С ванилью. Амброй. И еще чем-то. Ну, в общем, вы можете сходить в подружку и понюхать духи. Я не могу вам их описать. У них очень тяжелый аромат. Но он мне также очень-очень сильно нравится. Короче, для затеста я заказала... Опять же, возвращаемся к нашим баранам. Я заказала Benefit Hello Happy в оттенке 03. Я не знаю, насколько этот оттенок будет мне подходить. Но запах у него потрясающий, потому что в нем есть лаванда и чабрец. Я хочу затестить, насколько этот тон хорош и сказать вам, потому что дорогую косметику я еще не покупала себе. Потому что вы знаете, те, кто был на моем канале с самого начала, что изначально, изначально я пользовалась вообще косметикой с Алиэкспресс. На самом деле, это не очень классно для кожи. Я заказала карандаш от Дочи Габбана. Коричневый. Вот такой. На нем есть... Я хочу очень назвать эту штучку таполкой. Потому что она как пальчик. И типа она для растяжки карандаша. Но, честно говоря, я этот карандаш уже один раз использовала. И он мне не понравился. Он очень жесткий, потому что он в дереве. Если вы хотите мягкие карандаши, стойкие, покупайте карандаши, которые находятся в пластике. Его сложнее точить. Да, это не очень хорошо для природы. Но они более стойкие и более мягкие. Поэтому этот карандашик я, может быть, разыграю среди подписчиков, если найдутся желающие как бы со мной поиграть. А, также я еще от бюджетной косметики купила Luxe Visage Ultra HD Soft Focus Illumination Concealer. Потому что консилеры у меня начали улетать только так. Я крашусь каждый день. И теперь для меня покупка косметики стала еще больше радостью. Сказали, что он довольно плотный. Я его еще не испытывала. Но по тому, что я вижу, в принципе, да, он закроет синячки мне, но все равно плотность недостаточная. Мне надо что-то более плотное. Но чтобы не закатывалось под глазами. Посмотрим. Итак, далее. Две полоски для отбеливания зубов. Но они, по-моему, не работают. Потому что одну я уже использовала. И, типа, не, не очень. Маленькая Диоровская Диор Лип Максимайзер. Ядротант. Ядротант какой-то. Очень миленькая штучка. Я не могла ее не купить. Она очень прикольная. Посмотрите на эту малышку. Это просто маленький пробничек. Пробничек от нормального блеска. Классный. Мне он понравился. Он полупрозрачный. Не знаю, вам, наверное, не будет видно. Но он полупрозрачный, коричневого цвета. Не стекает с губ. И очень хорошо разносится. Очень хорошо увлажняет. Долго держится. Просто идеальный блеск. Если я найду его в большом формате, то я его себе куплю обязательно. Пока у меня цели найти его еще не стояло. И в Сен-Лоран синие тени. Синие тени, мне кажется, пока они шли, они засохли. Потому что наносятся они вот буквально вот так вот. То есть не плотно. Не знаю, если у кого-то были тени в Сен-Лоран, скажите, пожалуйста, они так и должны наноситься? Или они чисто, блин, чтобы их растушевать и использовать как базу под какие-то другие тени. Под тот же Диор, допустим. Посмотрим. Далее у нас идет Том Форд. Том Форд помада. Помада мне очень понравилась. Она идет в таком кейсе. Он довольно тяжеленький. Закрывается с характерным щелчком. На самой помаде идет логотип. Она нюдового такого цвета. Очень приятного и очень приятно пахнет. Я прям кайфуюсь с этого аромата. Цвет у нее вот такой. Ну, относительный нюд, конечно. Относительный нюд. Но можно нанести тонким слоем. И будет просто как будто губы такие зацелованные. С косметикой у нас закончено. И давайте, наверное, перейдем к нашим носочкам. Потому что у меня есть две новые пары. Одни чулки точно. А вторые, наверное, все-таки носочки. Первые носочки я купила у себя на работе. Почему я их называю носочками, если это чулки? Посмотрите, какие они классные. Вот эти и вот такие носочки. Но они не просто носочки. Они с секретиком. И этот секретик я покажу вам в следующем видео. Потому что следующее видео будет об этих носочках. Пожалуйста, смотрите. Короче, ставьте лайки за косметоз. Подписывайтесь на телегу и на канал. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.